Итак, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья. Сейчас я вам расскажу, что это такое, как это делать и подробно рецепт продиктую, вы запишите. А пока я хочу ответить сразу на два вопроса. Первый вопрос. Мы сейчас, девочки, отправляем наших деток в школу. Кто молоденький в школу, кто уже в возрасте чуть-чуть постарше, чем 21, и мы отправляем в институт, в университет, в колледж студентов наших. А кто еще старше, вот как мне написала Людмила, сыну 30 лет, и дальше я потом к этому письму приду. Так вот, дорогие мои, нам надо сейчас, именно сейчас, не когда ребенок заболеет или когда он пойдет в школу, а вот сейчас, перед школой, приготовить, вернее, каждый день готовить домашний йогурт с как можно большим количеством ягод. Именно ягод. И туда добавлять дополнительно, чтобы усваивался витамин D, чтобы усваивался кальций. Теперь, буквально капельку, продают его в аптеке. Займитесь сейчас именно этим, потому что нам надо повысить иммунитет. Каждый день, причем мы это даем. Каждый день. Следующая, очень важная вещь, это молозиво. Вот сейчас вы видите молозиво. Молозиво можно козье, это прекрасная вещь, очень жирное, хорошее. Коровье молозиво. Какое встретите? Его достать не так просто. Не всегда продают, потому что это редкая вещь. Но вот если я встречаю, особенно перед сентябрем, я обязательно покупаю. Вот я купила молозиво и приготовила его, потому что оно само по-другому немножко выглядит, а это уже в готовом виде. Это уникальный природный концентрат иммуностимуляторов, питательных веществ, нуклеотидов, аминокислот, минеральных веществ и витаминов. И вот они оказывают общеукрепляющее, повышают, укрепляют иммунитет. И еще, девочки, внимание, омолаживают весь организм. Знаете, думаю, что многие мамы со мной согласятся, что сердце обливается кровью, когда врач выписывает целый список медикаментов, особенно антибиотиков, с любыми, с любыми причем вирусными заболеваниями, современная медицина борется антибиотиками, убивающие как болезнетворные, так и наши хорошие клетки, без разбора. Я хочу, чтобы вы знали, что убивают антибиотики все клетки, без разбора. Они не входят в организм, не находят вот ту или иную клеточку и бьют по ней. Все убивается, все без разбора. Это как химиотерапия, знаете, у людей делают, убивают и хорошие, и плохие клетки. И люди думают, вот я подлечился, да. Вот сейчас мы начинаем очень усиленно укреплять иммунитет нашим деткам. В итоге, когда, если вы при антибиотике как бы употребляете, вроде как через 10 дней болезнь отступает, но на месте защитных сил остаются одни руины. Организм на ближайшие месяцы становится более уязвимым. Естественная микрофлора кишечника уничтожена. А я вам рассказывала, что через кишечник, через стенки кишечника все микроэлементы и витамины поступают в кровь через кишечник. Поэтому больному необходимо потом соблюдать опять щадящую диету. И потом страдает 100% какой-то орган, но узнаете вы немножко попозже об этом. Через время вы поймете, что убита. Поэтому, чтобы вот этого не было, очень важно вот это. Бегите на рынок сейчас. Раз. Ищите молозиво. Раз. Ищите ягоды всяческие. Два. И козье молоко. Вот эти три вещи, которые вам изумительно поднимут иммунитет. Но если вы каждый день будете делать домашний йогурт, перемалывать и добавляя туда вместо сахара мед. Вот. Теперь я хочу дать вам рецепт. Это уникальный продукт молозиво. Уникальный. Это когда, знаете, первое время только родила корова. И у нее идет из груди вот именно вот молозиво. Вот оно именно нам и нужно. Оно бывает попадается не так часто, но пока что на наших рынках можно встретить. Знаете, его можно назвать так первичное молоко, которое появляется у всех млекопитающих сразу после рождения потомства. У женщин, кстати, тоже молозиво появляется в виде прозрачных выделений до родов или в первые дни после рождения ребенка. В общем, молозиво настолько ценное для малыша, что даже несколько капель, представляете, могут повлиять на формирование маленького ребеночка, его природного индивидуального иммунитета. Вот даже несколько капель. А представляете, когда вы покупаете молозиво. Вот так вот Господь Бог придумал. Вот такой вот создал уникальный природный концентрат. Рецепт уникальнейший. Вы должны обязательно о нем знать, как готовить. Запишите. Сейчас я продиктую вам свой рецепт. Рецепт прост до невозможности. Берем 1 литр молозива, 80 грамм сахара, 2 штучки, 2 яйца, 1 упаковку ванильного сахара, можно брать, можно нет, и щепотку соли. В общем, яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром взбиваем, но не до пены. Вливаем молозиво во взбитые яйца и снова взбиваем венчиком. Выливаем в мультиварку и 50 минут в режиме выпечки. Где-то в 30 минут открываем крышку мультиварки, чтобы жидкость испарилась. Молозиво не должно быть мокрым. Сока в середине останется достаточно. И получится вот такая вот масса. Вот такая симпатичная, желтенькая. И будет приятного аппетита. А по поводу болезни Келлера, как женщина мне написала, что у ее сына... И опять-таки, девочки, не надо произносить вслух. Не надо провозглашать. Нет у вашего сына никакой болезни. Доктор поставил диагноз. Слушайте, я рада за вашего доктора, что хоть какой-то там доктор научился ставить диагнозы. Беспокоит припухлость стопы и боль при ходьбе. Но все, что выписали, пропили, не помогает. Теперь вы ко мне. Значит, послушайте. Так, вас зовут Людмила. Людмила, сразу все болезни свои отдавайте Богу. Все, что у вас есть, я вот рассказываю каждый раз в молитвах. Приобретите Библию. Научитесь противостоять болезням. Это очень мощное средство. И не нужно над этим смеяться или шутить, потому что нельзя над этим шутить. Есть такие духовные силы, которые намного сильнее, чем вся наша эта суета-сует. Естественно, я общаюсь с людьми в форумах. На ваше письмо я пообщалась с одним мужчиной, фитодиетолог и врач-реабилитолог он, Алексей. Что он мне сказал? Во-первых, прежде всего нужно узнать причину. Вот врач сказала вам причину заболевания. Это может быть гормональное отклонение, которое сопровождается нарушением обмена веществ ввиду сбоя гормонального фона. Медикаментозного лечения или естественных процессов, стресса. Важно изменить условия. Вообще, с медикаментозным лечением будьте осторожны. Дальше, почему припухлость стопы, боль при ходьбе. Причину. Обязательно нужно соблюдать диету. Обязательное потребление активного кальция. Комбинированный прием молочных и кисломолочных изделий. Вот таких, как, например, молозиво, приготовленное вот таким способом. Либо йогурт. Опять-таки, ну то есть домашний кефир с ягодами и с медом. Это то, что вам поможет. Вам поможет козье молоко натощак. Можно дополнительно купить и капать в жидком виде витамин D. Витамин D еще есть в яйцах, в сметане, в печенке, в солнышке. Утром натощак полезно есть творог с ростками пшеницы или медом. Ростки пшеницы я тоже рассказывала, как я проращиваю. Вообще, очень просто на раз. И опять-таки, молозиво на утро понемножку добавить. Ложку-два будет изумительно. Вообще, прекрасное начало дня – это натуральный йогурт. Для такого человека, у которого ноют стопы, боль при ходьбе. Ужин соответствовать должен завтраку. Хотя бы через день нужно съедать чесночок, зубчик чесночка. Вообще, лучше в рацион пустить каждый день. У меня каждый день или с баклажанами, или с морковкой, или и с тем, и с другим. Да в любой салатике я стараюсь очень много капусты и туда чеснока. И вот вы стараетесь хотя бы через день чеснок давать. Он способствует укреплению костей, связок и хрящей. Обязательно в рационе должен присутствовать холодец. Сделайте холодец. Хороший холодец приготовьте из петуха или из такого, знаете, хорошего желатина натурального. Или же на говяжьем копыте. Это будет прекрасно. Но чтобы варился он не меньше 8 часов. Можно сделать бульоны на рыбной голове. Сама, например, или другой рыбки. Хорошей. Или остывший хаш. Это бульон на коровьем копыте. Желательно со сметанкой и с чесноком. Вашему мальчику надо будет. Показано больше орехов разных видов. С медом. Минеральная вода, но без газа нужна. Дальше. Злаковые рыбные блюда. И злаковые, и рыбные. Что еще полезно? Полезна белокочанная капуста. А также пекинская капуста. Сельдерей. Полезные грибы. Такие как шампиньоны, вешенки. И вот в комбинации этих продуктов в салатах добавлять нужно. Опять-таки, адыгейский сыр или брынзу. Делаете ли вы брынзу? У меня есть рецепт. Я там делала брынзу. Либо прямо в салат добавляйте творог. Солите его. Тоже будет хорошо. Дальше. Процедуры какие делать? Что рекомендовал мне Алексей? Он рекомендовал, чтобы я вам передала. Парить ноги по 20-30 минут не менее двух раз в неделю. Добавляя 2-3... Ну, где-то в 2-3 литрах тёплой воды. Вот. И добавлять туда, опять-таки, 100 грамм пищевой соли и 50 грамм сухой горчицы. После распаривания ног делать мягкий, но глубокий массаж. Спиралевидные движения по направлению от пятки к пальцам и наоборот. Вот у меня сын приходит. Что я делаю? Ну, там он принял душ, все процедуры, ноги хорошей водички в тёплой пропарили. И я ему делаю массаж. Какой? Стоп. Потому что он весь день на работе. У меня есть такой крем, там 9-1-1 я купила. Добавила туда камфорное масло, добавила туда масло мяты, эфирное масло, добавила туда чайное масло и сделала свой крем и стала растирать. Каждый день растираю массажными движениями. Такими спиралевидными по направлению от пятки к пальцам и наоборот. Ходить босиком обязательно ему надо. Зарядка с акцентом на стопы ног, а после контрастной ванночки чередование тёплой-прохладной воды. Контролировать вес, потому что вот подозрение, что он у вас полненький, чтобы избегать большой нагрузки на стопы. Вот такое подозрение. Препараты какие? То кальций. Вот это самое лучшее. И домашнее мацони, йогурт, кефир. Витамин D сейчас начинаем по три капли добавлять. Ну, чтобы в день три капли вы куда-то добавляли. Или иные там вот такие вот супрадин, ну, всякие там такие витаминные комплексы. Ундевит. Прекрасный витаминный комплекс. О нём я тоже говорила. Вот. Ну, вот и всё. Я вас всех люблю. Целую. Надеюсь, что я подробно ответила на ваши вопросы. Вот. Людмила удовлетворила ваш вопрос. А девчоночкам готовьтесь, готовьтесь к первому сентября. Я сейчас упорно готовлюсь, потому что слишком будет сильная нагрузка и сразу на неподготовленный организм. Детки-то наши расслабленные. Расслабленные. Готовим их. А я вас всех люблю. Целую. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Пусть Бог хранит вас всех, девчоночки. Спасибо.